привет всем с вами венди в этом видео я буду искать фрукты с помощью фрут нотифера в блок с фрут первом море как обычно снова первое море уже когда-то было такое видео но ничего страшного перед началом сходите мой телеграм-канал там уже 800 человек дискорд сервер там уже полторы тысячи человек и в группу в робоксе там всего 400 чем-то человек все заходите покупайте там коктю за 5 робоксов вот это вот шикарную если вы хотите больше видео с фрукт нотифером то напишите комментариях смайлики винограда а если вы хотите меньше видео hobs hope ночевам то напиши в комментариях смайлик красного флага город флаг напишите мне в комментариях если нужно меньше видео с фрукт вечером ну и виноград если нужно больше все поехали небольшая реклама 321 ты давно хотел купить геймпассы ценно робок со слишком большие тогда советую зайти на blocks and 아버reck здесь ты можешь купить первым инструмент фрукты или геймпассы в два раза дешевле для покупки добавляйте нужный товар в корзину. После этого, заполняя анкету, оплачиваете и вас перекидывает в телеграм менеджеру. Он и выдаст вам геймпасс. Оплатить вы можете не только из России, но и из Казахстана. Также у них есть телеграм-канал, где проводят конкурсы и первыми говорят о новых скидках на сайте. А ссылка будет в описании. Вот и первый флук 485 метров от меня. В принципе, это в ту сторону. Давайте проверим джангл. Ой, я не туда нажал. Ладно, пофиг. Просто давайте можем рассетнуться, сбить кд и будет все нормально. Так, бам-бам, джангл. Все, 166 метров. В принципе, нормально. Очень близко. Это милтан, скорее всего. Наливан там. В прошлый раз я помню, нашел здесь Будду. В этот раз это у нас резина. Ну, в принципе, тоже нормальный фрукт. В принципе, это ладно. Давайте идем к следующему фрукту. Погнали. Второй фрукт. 560 метров от джунглей в ту сторону. Сразу тяпимся на Марин Фортресс и 30 метров. Это было вообще легче всего. Где-то вот здесь вот. Я ничего не вижу. Я не... Нет, нет. А, вот это у нас лежит лед. В принципе, лед хороший фрукт. Это имба для фарма в первом море. Поэтому я думаю, можно, в принципе, отдать какому-нибудь новичку. Поехали. Как на Бердвилджи обычно всегда есть новички. Во! Чел фармится с дымом. Я думаю, ему в лед прям имба будет. На, забирай. Забирай. Давай, давай. Где ты? Ну, иди сюда. Ну, подойди ты ко мне. Ну, хватит фармить NPC. Забери ты его. Быстрее забери его назад. Ну, ё-моё. Ну, дым, дьючер. О, забрал. Хавай. Это лед, это имба. Для тебя просто хавай его и будешь крутым. Давай. Он хавает. Он ест. Он ест. Бери меч, бери и пармись. Спасибо. Не за что, бро. А мы идём к следующему фрукту. А вот ещё один фрукт. Возле меня уже целая толпа людей. 947 метров в ту сторону. Так, ладно. Просто идём забирать наш фруктик. 940 метров метров вверх уменьшаются. Да, это у нас скай. Ага. 590 метров. Тогда рассетаемся. И теперь мы можем телепортироваться на Аперскай. Вот сюда. Вот так вот. 32 метра. В принципе, уже близко. Но фрукта я ещё не вижу. Ааа. Нету, нету, нету. Ничего нету. А, вот фрукт лежит. Это у нас что? Это у нас барьер. В принципе, вполне хороший фрукт. Почему бы и нет? Барьер вполне нормальный. Ну и мы просто идём к следующему фрукту. Поехали. А вот ещё фрукт. 500 метров от меня порвали на Марин Фортресс. И мы не угадали. Ну, ничего страшного. Потому что это, скорее всего, может быть, что это вообще... А, это в ту сторону. А что в той стороне вообще может быть? Я не знаю. Давайте тогда телепортируем сейчас. У меня когда сейчас пройдёт. А где? 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 Вот. Ура. 33 метра и фрукт где-то здесь рядом. Я ничего не... Так. Обычно там вот под кактусом спаунится. Но я ничего не вижу. Вроде как. Ничего нигде нету. А, вот эта ракета у нас. Вон лежит ракета. Ё-моё. Я сразу её не заметил. Она такая непримечательная. А вот этот спаунтся новый фрукт. 1100 метров от меня. То есть, вполне возможно, это Sky. 55 метров. Это реально Sky. То есть, погнали вот туда вот примерно вниз. Я знаю, что нужно падать обычно, чтобы забрать фрукт. И вот здесь на полу лежит. Что это? Это пружина, ребят. Пятый фрукт у нас. Это пружина. Ну, короче, выбрасываем его вот здесь. Вот хотя я должен был отдать его новичкам. Поэтому всё-таки давай. А, ну, на. Держи пружину. Не знаю. Понадобится она тебе. Нет, не хавай её. Ни в коем случае не ешь её. Это говно. Фрукт. Застой его просто. И качайся себе спокойно дальше. Пока. А вот и новый круг. 850 метров от меня в ту сторону. В ту. Куда? Вверх. 850 метров. Аперска телепортируемся. 130 метров. И нам нужно просто вот в эту сторону прямо бежать. Просто бежим и всё. Сейчас здесь будет лежать китсуны. Это 100% инфа. Потому что если это не китсуны, то мы лох. А это у нас ракета. Опять. Почему? Я не понимаю. Мы просто максимально неудачливые люди. Так. А вот распаунцы новые фрукты. 420 метров прямо вон в ту сторону. Погодите. Я думаю, что это скорее всего пустыня. Потому что 420 метров это в ту сторону. То есть напротив этого это может быть пустына. Или всё-таки в ту. А. В ту сторону. А вот что в той стороне я не особо знаю. Давайте давайте на пиратскую деревню. А. Да. Всё. Это барьер. Ладно. Просто это был барьер. У меня заспавился новый фрукт. Но я умер. Ну. В принципе не страшно. Честно говоря, я думаю, что это Марин Портресс. Да. Я угадал. Это было очень легко. Это у нас обычный алмаз. Ну ладно. В принципе алмаз никому не нужен. Но всё же. Есть еки у которого 0 мастерей. И он за пиратов. То есть если так подумать, то он находится на пират виллэдж. Да? Ой. На пират стартер. Ё-моё. А вот тут вот я рассветнулся. И фрукт пропал с инвентарем. Вот это я просто гений. Как я это не заметил. Какой я тупой. Простите. А вот и новый фрукт. Я знаю, что это фонтан. Потому что 300... Ну да. Ну да. Я не знаю, что это фонтан. Я понял. Но если я прыгаю вверх, то метры уменьшаются. Это у нас либо скай, либо аппер скай. Погнали. Так. Всё. Ладно. Это аппер скай. Поэтому тэпаемся на аппер скай. 140 метров. И примерно вот куда-то вот вон туда. Побежали сейчас. Побегу туда. Погоди. Я потерялся. Чё здесь с корнем? Почему меня ничего не грузят? Чё за фигня вообще у меня с роблоксом? Так. Ладно. Пофиг. Погоди. Что? Это фрукт лежит? Эм. То есть читер свисел на фрукте и не мог его забрать. Ладно. Давайте отдадим госта кому-нибудь из новичков. Например. Вот какой у тебя левел? Погоди. Я не вижу. Я без очков. 112. На. Забирай. Это тебе гост. Дарю. Всё. Идём дальше. Так. А вот заполнаться новый фрукт. 415 метров от Starter Marine от трава. В ту сторону метры увеличивается. А в ту сторону метры уменьшается. Сразу проверяем джунгли. Потому что это реально могут быть они. Но метры вообще не поменялись. Теперь я немножко в замешательстве. В ту сторону. Пойди. Куда? В ту сторону? В ту или в ту? В ту сторону. В той стороне есть дезерт. Это может быть пустыня. И да. Это реально пустыня. 50 метров. В ту сторону. Вот здесь вот фрукт. Где-то вон там вот лежит. Что со мной происходит? Почему меня вертит? Крутит как попало? Я не понимаю. И как же это прикольно. Пустыня. Заспавляться песок. Работа ещё и в фрукт. 750 метров в ту сторону. Что-то в стороне может быть честно. Я вообще понятия не имею. Тому как лучше это. Не знаю. Давайте попрыгаем. Может метр уменьшится. Ладно. Поехали на Sky. 20 метров. Нифига себе. Я углядел так налегке. А это у нас снова ракета. Блин. Третья ракета подряд или мне кажется? Я уже просто не помню что мне там падало. Ну ладно. Давайте отдадим её новичку. Почему бы нет? Наверное. Да. Хотя нет. ребят. Я передумал. Потому что новичку ракета испортит игру. Лучше они пусть найдут себе свет и лёд. А ракету хавать не будет ни в коем случае. 12-й фрукт по счёту. В принципе 1157 метров. Я вообще не знаю куда там нужно быть. С вулкана я ещё не забирал из такого расстояния фрукты. Ну давайте пробуем телепортироваться на джунгли. Наверное. Не знаю. Да. Давай. 274 метра. Это очень близко. Это либо колизей, либо сноу. В той стороне у нас обычных колизей. Значит нам в ту сторону. Сейчас у меня кд на телефон пройдёт и мы телепортируемся на сноу остров. Погнали. Бам. И 20 метров. В принципе всё. Где-то здесь вы должны быть фруктик. Либо там под деревом. Так. Здесь ничего по дереву нету. Ладно. Тогда мы идём вот туда вот назад. Это что? Это любо? Это резина. Ладно. Идём к следующему фрукту. А вот ещё не фрукту. Честно говоря, я вообще не понимаю что это. Поэтому это обычно скайп. Ладно. Я просто угадал. Честно. Я не знаю как у меня получилось. Я просто на рандом нажал. И это у нас спин пройд. Я на приватном сервере. Блин. Ну и ладно. Ничего страшного. Спин никому по факту не нужен. Поэтому сегодня вообще полное говно падает. Поэтому просто убраться в море. А вот и новый фрук. 1090 метров от острова магма. Почему я всё время на острове магма? Да я не знаю. Просто я формлю себе магму. Чтобы у меня появилась короче магма для прокачки всяких пушек. Поняли и так далее. 1100 метров в ту сторону. В принципе как и всегда просто терпимся на джунгли для начала. Чтобы просто посмотреть куда нам вообще нужно пойти. Метры уменьшаются когда мы прыгаем вверх. То есть это у нас скайп. Ну всё. Просто ждём когда и телепортируемся на скайп. 3, 2, 1. Готово. Теперь скай. 22 метра. И вот здесь вот где-то под деревом лежит снова ракета. Честно говоря я уже просто ну не знаю как что. Типа почему. Что мне на это теперь уже сказать. Это не знаю уже пятая или четвёртая ракета за сегодня. Ну напишите в комментариях сколько всего ракет будет в этом видео. Я вам сердечко на комментарии поставлю. А вот ещё инфрук. 250 метров от меня. Это могут быть джунгли. Погнали. Но если метры увеличиваются то телепортируемся на пустыню. Погнали. Так. Телепортируемся на дезерт. И здесь 230 метров всё равно. Очень близко. То есть это вполне... Это всё я понял. Это пиратская деревня. Так. Телепортируемся чтобы было быстрее. И на 23 метра мы находим здесь шип круид. Почему бы это нам сегодня вообще не везёт фрутночтерам. Но быть ничего страшного. Вот у нас новичок. У него песок. Я ему даю шип и забирай. А у него футчоп. Тогда вот. Короче всё. Разберётесь там. Забирайте. И всё. Идём дальше. А вот и новый круг. 860 метров от стартера марин острова. Короче. Это может быть либо тюрьма. Либо если я сейчас начну прыгать вверх. Не могу я прыгать вверх. Я прыгаю вверх. Метры уменьшаются. Это у нас upper sky. Окей. Просто расцепаемся и тапаемся на upper sky. Потому что я случайно нажал board war. Board war нажимаем. Upper sky телепортируемся. 30 метров фрукт. Где? Покажите мне его. Где-то вот здесь вот лежит. Вот. Это снова ракета. Ну давайте отдадим его вот этому человеку. Вот здесь вот. На. Держи. Это не супер новичок. Но на. Забирай фрукт. Он здесь валяется. Думаю ты его подберёшь. И всем пока. Я думаю вы заметили, что звук на каждом фрукте становится то хуже, то лучше, то хуже, то лучше. А всё это связано с тем, что я играю в другую игру пока записываю в фруктной тифер. И вот это вот у меня как-то звук микрофон сам себя делает тише, сам себя делает громче. Я не понимаю как это отключить. Он реально сам себя делает тише полностью в настройках. Я захожу, у меня вечно он стоит на 80% вместо 100. А у моего микрофона это реально огромная разница. Здесь я нашёл флакон. Да, я это озвучиваю. Но что поделать. Реально там просто огромная разница 80 и 100. Ребята, я настолько долго сидел на сервере, что отсюда вышли абсолютно все. Нет, это не приватка. Это реально обычный сервер. И здесь просто все вышли. Просто херня, я не знаю. Впрочем, ладно, 650 метров в ту сторону в фрукте отдать никому не смогу. Поэтому, ну чё, простите. Погнали на дезерт. Чекнет сначала. И это у нас, скорее всего, пиратская деревня. Это мы уже определили. Да, сначала тэпнулись не туда, но ничего страшного. Побежали куда надо. Вот сюда вот. Блин, вообще у меня какое-то видео сранное получается. Я отдаю фрукты новичкам, но в итоге новичкам я отдал очень мало фруктов, потому что выпадали всякие ракеты и фрукты, которые новичкам не нужны. Поэтому, скорее всего, это видео я назову просто ищу фрукты с фрукт ночфером. Да? А это у нас алмаз. Ну, опять это фрукт, который не нужен новичкам, но он мне выпал. И чё, иначе он мне нужен. Типа, почему и зачем он мне падает? Я не знаю. У них о себе. А вот иного фрукта, честно говоря, я вообще полностью хайзек. Куда мне нужно идти? 1300 метров. Ещё ни разу такого не было. Чтобы я был на фонтане, было 1300 метров куда-либо. Поэтому я снова иду на тюрьму. И здесь снова 1100 метров. И вообще, хи... его знает куда. Окей, пробуем рецептнуться и снова пробуем тэпнуться на скай, потому что там уже было. И это реально снова скай. Ладно. И это реально снова спин. Сегодня вообще какие-то супер ужасные фрукты. Ракеты, 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 ракеты. Два спина подряд. Что это вообще такое? Последний двадцатый фрукт. Ровно 1000 метров нам к нему. Телепортируемся мы на... Я случайно отменил трепортацию, но ничего страшного. Мы примерно идём в ту сторону. Я не знаю где это, что это, куда мне иди. Поэтому мы должны проверить другое место. Поэтому мы телепортируемся на... 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 715 метров. И это не сюда. Ресетаемся сразу же. Сбиваем наше КД. 680 метров. Теперь нам остаётся в ту сторону. Погнали на фонтан. 646 метров. Снова ресетаемся. 600 метров. Теперь мы телепортируемся на Пират Виллэдж. 25 метров. И это у нас... Феникс фрукт, ребята! Последний, просто последний фрукт у нас Феникс. Боже, как же хорошо, что видео заканчивается на такой хорошей нотке. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. Короче, всё. Тра-та-та-та-та-та-та. И всем пока-пока. В Телеграм-канал тоже зайдите, пожалуйста. Обязательно. Так, ребята, если вы досмотрели до этого момента, то есть видео уже закончилось и уже 20 фруктов прошло. Уже был пунктурный экран, наверное, секунд 30. Но всё же, раз вы здесь, то вот для вас ещё один бонусный фруктик. 580 метров в ту сторону. Давайте тэпнемся сразу на пустыню, просто чтобы проверить, правильно мы думаем или нет. Но вы поняли, что я думать не умею правильно вообще. Вообще, хз, куда мне нужно идти. Всё время попадаю не туда, куда нужно. Всё время метры становятся в два раза больше. Когда я прыгаю вверх, то метры почему-то только увеличиваются, да? Но в ту сторону, в принципе, они немножко уменьшаются. Что это может быть? Давайте подумаем и поймём, что это Марин Форнесс. Правильно? Правильно. Так, 30 метров. Вот здесь фруктик. Это у нас фалкон. Ну, я думал, закончим два раза на крутой ноте, но после фалкона у нас снова птица, но ой. Но после у нас феникса у нас снова птица и в этот раз это фалкон.